Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхэйвен, Евангельской Баптистской Церкви, часть 52. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Давайте мы еще раз прочитаем 15 главу. Пойдем тогда дальше. Мы прошли первых пару стихов и будем разбирать дальше. Андрей, прочитай, пожалуйста, нам Семенюк. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм с киние свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И исполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не кончились семь язв семи ангелов. Аминь». Друзья, мы в прошлый раз с вами просмотрели первый и второй стих. Мы говорили немножко о том, что вот это стеклянное море и смешанное с огнем, и те, которые победили зверя. И мы немножко рассуждали об этом. Мы понимаем, что здесь речь идет о тех, о которых мы читаем и в 7 главе, и потом дальше мы видим их и в 21 главе. «Победили зверя» в том смысле, что не дали ему, то есть зверю, победить себя. Не поклонились ему. И мы говорили вчера, что это мученики, которые умерли самой, может быть, такой неприятной, жестокой смертью. И все же Иоанн говорит, что они победили. Именно их смерть, она и сделала их победителями. То есть непосредственно то, через что они прошли, это и сделало их вот то, что они теперь находятся здесь. Если бы они сохранили свою жизнь, изменив своей вере, то, естественно, они потерпели бы окончательное поражение. Поэтому, друзья, здесь мы в прошлый раз говорили огромный для нас пример, что зачастую в этом мире особенно, живя здесь на земле, мы понимаем, что победа христианская, она иногда явно выглядит каким-то поражением. Но в самой сути она имеет вот именно вот эту силу, чтобы иметь право на то, чтобы быть с нашим Господом. Поэтому большое здесь, мы в прошлый раз об этом говорили, немало об этом, и они именно стоят, и они победили, мы тоже говорили, рассуждали зверя, победили зверя, и нам как бы перечисляется образ его. И нам Писание говорит, образ это связано с поклонением, да, потому что мы когда рассматривали 13 главу, то нам прямо говорится, что лжепророк, он обольщал всех людей, чтобы они сделали образ и поклонились ему. То есть, когда говорится о образе, то речь идет о религиозной системе, да. То есть, они победили, если так можно выразиться, да, вот то, что будет всемирная религия, они не поклонились. Потом дальше говорится, они победили и начертание, и число. Начертание и число конкретно ясно в Писании нам показано, что это связано с экономической системой, которая будет вот в тот момент. Мировая экономическая система. И кто не примет начертание и не примет число, те не смогут ни купить, ни продать или еще что-то, да. То есть, вот практически они восстанут или не пойдут на поводу, не поддадутся давлению того, чтобы ради устройства материального чего-то, да, поклониться, принять и так дальше. Мы об этом говорили в прошлый раз. И вот с третьего стиха, третий и четвертый стих. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся при Тобою, ибо открылись суды Твои». Давайте так, начиная третий стих. «И поют песнь Моисея, раба Божия». Что это за песнь Моисея, раба Божия? О чем здесь идет речь? Давайте вспомним, что у нас есть в Писании, где нам говорится о песне Моисеевой. Пожалуйста, сестры, братья, кто вспоминает, давайте. Господь вывел с Моисеем народ, и там написано, я не помню, правда, место точно какое, чтобы Моисей воспел песнь Господу. Это прославление Бога за то, что Он, как чудно, Он их вывел. Очень хорошо. Пожалуйста, подготовь, ты прочтешь нам из пятнадцатой главы книги «Исход», с первого стиха, включительно по девятнадцатый стих. Ну, пятнадцатая глава «Исход», да, с первого стиха. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и провознесу Его, Господь, муж брани, Его во имя Ему. Колесницы фараона и войско Его ввергнул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величим славой Твоей Ты не зложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. Он, от дуновения Твоего, раступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце море. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул Духом Твоим и покрыла их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоей народ свой, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твою в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей фельстимских. Тогда смутились князья Едомовы. Трепет объял вождей Моавицких. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас. От величия мышцы Твоей да немеют они, как камень. Да коли проходит народ Твой, Господи, да коли проходит сей народ, который Ты приобрел. Выведи его и насади его на горе достояния Твоего на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, в освятилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во веки и в вечность. Спасибо большое. И как раз перед этим, 31 стих 14 главы, И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ, поверил Господу и Моисею рабы его. Тогда Моисей и сыны Израилева воспели Господу песть сию. Это вот и есть песть Моисея. Мы, между прочим, тоже ее видим и во второзаконе. Она тоже описана у нас. Но на что хотел обратить внимание наши друзья. Посмотрите слова, которые, помимо тех фактов, которые, говорится, связаны непосредственно с тем, что происходило в это вот время. Выход из Египта, как Он море открыл для них и так дальше. Ну, посмотрите сама суть. Он говорит, Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Какие у нас, друзья, может быть мысли? Я, первое, хотел обратить внимание, да, посмотрите, насколько по своей сущности она схожа с тем, что нам здесь вот говорится, да. Великий, чудные дела Твои, Господи, праведный, истинный пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Ты един свят, все народы придут поклониться и так дальше, да. Посмотрите, насколько схожи. Какие, друзья, у нас есть, может быть, мысли, вот так вот, глядя в целом на эту песнь, или, если так можно выразиться, анализируя суть этой песни? Каких пару таких, ну, скажем, броских вещей, которые бросаются в глаза, когда мы видим эту песнь? Вот мы прочитали письмо Исея. За что они славят Господа? За спасение? Посмотрите, конкретно за Его дела и за кто Он есть, за Его сущность, за Его святость, Его величие, Его могущество, силу Его и так дальше, да. Посмотрите. Вы знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы из этого тоже, может быть, взяли некоторый, ну, так скажем, урок и для себя, да. Обратите внимание, что перед Господом люди, когда уже прошли все, да, они воспевают именно вот такую славу Богу, да. Насколько я бы так хотел вот сказать, вот мы сейчас читаем вот эти слова. Вопрос, не то, что на него ответ, да, но вот вопрос каждому из нас. В моем сердце я нахожу отклик на эту песнь. Это, если так можно выразиться, это моя песнь. Я ее читаю, у меня оно вызывает восхищение. Мне это приносит в моем сердце вот какое-то желание вместе присоединиться к этому. Вот в чем суть, друзья. Одно дело, знаете, просто прочитал, да, эту песнь. Или же она вызывает у меня определенный такой отклик, отзыв в моем сердце, да. Друзья, вот это действительно очень важно. Как мы видим, если можно сказать по-другому, если так перевести где-то налично, да. У меня есть песнь к Господу. Какова она? Я вижу определенные дела, действия в моей жизни. У меня есть осознание вот величия Бога, да. Или вот кто был на вечернем служении, у нас был брат-гость. И он проповедовал, что одно из как бы качеств, имен Бога, да, Отец. И вот он просто часть взял, открыл, да, что это значит. Бог Отец. Когда мы молимся даже, мы когда Христос учил молиться, как он нам говорил, молитесь же так. Отче наш, да. Обращение вот такое, что это значит, да. То есть, посмотрите, друзья, вот это действительно очень-очень важно. Пожалуйста, какие у нас вопросы или мысли? Хорошо, давайте другое. Он здесь говорит, поют песнь Моисея и песнь Ангца. Что это за песнь Ангца? Где-то мы находим тоже что-то подобное. Брат Олег, прочитай, пожалуйста, нам книгу Откровения, пятую главу, шестой стих, и потом с восьмого и по двенадцатый. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь врагов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан кровью своей и искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. И садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Спасибо. Друзья, посмотрите, конкретная песнь кому? Ангцу. Какая разница между то, что мы прочитали песнь Моисея и то, что мы здесь с вами видим, как песнь Ангцу или песнь Ангца? Там поет Моисей, израильтяне, здесь поют церковь, и мы здесь даже больше видим, что многих ангелов тоже, да, и слышал я голос многих ангелов. Но еще, друзья, такой вопрос. По своей сути, есть ли разница какая? Какая разница в том, что вот мы видим в этих двух песнях, да? В чем суть? В чем они разнятся между собою? Почему не одна песня? Пожалуйста, брат Михаил. Ну, в этой песне, где поют Ангцу, здесь больше мы видим прославление за спасение, за то, что он кровью своей искупил нас, Богу, и садил царями и священниками. В той же песне там прославляется или, ну, как бы восхваляется величие Божие, что праведности, святости и открылись суды твои, то есть, что сила и могущество, как Бога Вседержителя над всей вселенной, я так вижу. Посмотрите, друзья, здесь есть все-таки очевидная разница, да? Первое, что песнь Моисея – это восхваление самого Бога, его действия, да, в жизни верующих. Непосредственное участие в наших переживаниях, в наших скорбях каких-то и так далее. То есть, Господь, знаете, как вот в Псалме написано, Он говорит, что, ты, говорит, вникаешь во все дела человека. Давид говорит, говорит, положи, вернее, Иов говорит, что положи на веса все слезы мои, да, то есть, собери, как бы их. То есть, это то, что обращается к Богу, да? Песнь Ангца в некоторой степени отличается, потому что это прославление Сына Божия за искупление, дарованное нам, да? Но мы видим, что они здесь, вот те, которые стоят на этом стеклянном море, они поют и то, и то, да? Вот это, друзья, тоже действительно очень-очень важно для нас тоже помнить. Какие у нас еще есть мысли по этому? Знаете, еще на что хотелось обратить внимание. Вот, когда мы смотрим на вот эти фразы, которые они поют, знаете, очень удивительно смотреть, что вот просто просматривая Псалмы Давида, да, и вот практически, чуть ли не дословно, вот эти слова взяты из Псалмов. Вот посмотрите, «Великие и чудные дела Твои», Псалом 91, «Как великие дела Твои, Господи», «Великие дела Господни», Псалом 110, «Чудные», да? «Он сотворил чудеса», Псалом 97, первый стих, «Дивные дела Твои», теперь посмотрите, «Праведны истинные пути Твои», 144 Псалом, «Праведен Господь во всех путях Своих». «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего», 85 Псалом, «Все народы Тобой сотворенные придут и поклонятся перед Тобою Господи и прославят имя Твое, ты един свят, нет столь святого, как Господь», это в книге Царств, а 110 Псалом, «Свято и страшно имя Твое», «Открылись суды Твои», Псалом 97, «Явил Господь спасение Твое», «Открыл перед очами народов правду Свою». То есть, вот смотришь, друзья, практически каждое слово, да, взято из Псалма. И вы знаете, интересный вопрос такой стоит. Почему такая, ну скажем, схожесть с тем, что мы видим здесь, и между тем, что мы находим в Псалмах Давида? Это все Псалмы Давида. Почему такая схожесть, друзья? Пожалуйста. Вводимый одним и тем же духом. Прошел человек через большие трудности, испытания, да, и в сердце у него зазвучала эта песнь. Осознание Бога, величие, благодарение за дела, совершенные в его жизни. Жажда искупления, да, жажда возмездия за те несправедливости, которые совершаются в жизни и так дальше, да. Но не вот лично, а перед Богом. Посмотрите, вот оно. Пожалуйста, брат Влад. Получается, в описании говорится о песне, которая как бы олицетворяет две тематики. То есть, песню Моисея и песню Акца. И что интересно, что вот если мы рассматриваем Акца как свидетельство спасения, как свидетельство Христа, то Давид, по-моему, один из самых ярких людей в Священном Писании, который описывал пришествие Христа и то спасение, которое он принесет людям, избавление. Как бы во всех его псалмах он возвращался к тому, что будет избавитель, что он увидит спасение, что через Христа. И получается, что в этой песне и в песне Моисея сходится как бы начальный завет, который Господь давал израильскому народу, что он выведет их из плена и выведет их в свою землю. И с другой стороны, песня Акца, то есть обет того, что земля и человечество получат избавление от греха. И получается, вот эти два завета, они как бы соприкасаются в одно и как бы звучат как-то так синхронно в одном пении. То есть было избавление как бы Израиля от плена и также есть избавление от греха, как через Спасителя и Акца Иисуса Христа. И они как бы друг друга дополняют и увеличивают, вот получается, вот всю благодарность, которую вот люди должны приносить Богу. Не только за избавление, как говорится, из плена, но также избавление от самого греха. Аминь. Аминь. Хорошо. Какие у нас еще, друзья, мысли есть? Пожалуйста, брат Виталий. Я вот не совсем понимаю, почему мы сопоставляем вот эти две песни. Потому что здесь же написано, песнь Моисея, то есть чья песня? Песнь Моисея. И Акца. Чья песня? Песнь Акца. Якобы Агнец пел эту песню. То есть Моисей когда-то пел эту песню. И песнь Агнеца, это его песня. То есть он когда-то ее тоже пел, якобы, получается, так по тексту. А мы смотрим на песню, которая пелась Агнцу. Интересная мысль. Чуть разная. Да, вообще-то интересный вопрос, друзья. Ну, хорошо. А есть ли у нас что-то где-то в Писании, какое-то отражение, чтобы где-то Агнец воспевал или пел, или еще что-то в этом плане? Подождите, минуточку. Минуточку, минуточку сейчас, чтобы... Дальше идет сразу и продолжение песни Агнца. Тут стоит запятая, и дальше говорится, «Великие и дивные дела Твои, Господи». И так дальше. То, что здесь говорится суть песни, мы об этом уже как бы видим и рассматриваем это, да, но... Но мы ее как бы рассматриваем. А тут написано очень коротко и ясно. Что именно это и есть песня Агнца. Песня Агнца. Хорошо. Но вопрос стоит, я так понимаю, что Виталий говорит, что поют песня Агнца. Но все-таки смысл здесь выражен в том, что вот эти, которые стоят на Стеклянном море, они поют. Не Моисей уже поет, не Агнец поет, они поют. Но песня Агнца, конечно, где-то, наверное, будет справедлива. Если мы говорим «песь Моисея та, которой пел Моисей», то «песь Агнца», то, наверное, тоже то, что пел Агнец, может быть, да, или то, что пели Агнцу. Я не знаю. Но я просто, друзья, на что хотел обратить внимание, что, по сути дела, в Писании, ну, написано у нас, да, за Иисуса, когда они совершили вечерю, то мы видим о том, что воспевшие пошли на гору Елеонскую, да. Ну, говорится о том, что Иисус пел. Но нам нигде не записаны слова, которые где-то воспевал Иисус или где-то в вечности перед Отцом или еще что-то, да. Вот это у нас остается, ну, как-то в тени. Мы этого не имеем. Но то, что песь Агнцу, прославляя Агнца, да, такого у нас, конечно, в Библии вот мы имеем. Хорошо. Какие у нас еще мысли по этому? А сама суть песни отражена, и мы здесь видим, да, вот, и перечисляется именно прославление Господа. Великий, чудный, дела твои, Божие и так дальше, да. Но обратите внимание, друзья, вот на что. Опять-таки, да, вот я сейчас уже так вот смотрю, больше в поддержку того, что Виталий говорит. Смотрите, в пятой главе мы видим прославление действительно Агнца. «Ты спас нас кровью своей» и так дальше, да. В этом отрывке, в третьем и четвертом стихе, мы видим прославление кого? Только Бога Отца. Только Бога Отца. Здесь как бы нету воспевания Агнцу. Поэтому, может быть, тоже какая-то, скажем, такая, ну, может быть, интересная определенная мысль в том, что и Агнец, наверное, тоже прославляет Господа. У нас нету нигде записанного, но он также славит Бога Вседержителя Отца Своего. Видимо, тоже есть такое. Пожалуйста, сестра Галя. Я хотела бы сказать, что, может быть, это чисто языковая такая вот фраза «Песнь Агнцу» и «Песнь Агнца». Если она была посвящена Агнцу, то она стала песней Агнца. Может быть, здесь вот просто вот такой нюанс, а не сама суть. Окей, тоже хорошая мысль. Хорошо. Какие у нас еще, друзья, есть мысли? Друзья, одна еще такая важная деталь, на которую я хотел обратить внимание. Что нету в этой песне? Поют ее мученики, которые победили зверя, обезглавлены были за это, стоят на стеклянном море и поют эту чудесную песню. Что в этой песне нет? Что-то такое особенное не бросается в глаза? Вот говоря об этих людях, через что они прошли, их особое положение, в котором они сейчас находятся и стоят. Мы здесь видим, да, что у них в руках гусли Божии. Вот. Пожалуйста, брат Михаил. Я вижу в этой песне, что нету упрека, есть только восхваление Бога. Друзья, очень удивительно, да? Ни одного слова, жалобы, упрека. Чего еще нет, друзья? Обратите внимание, друзья, ни одного слова о себе. Ни одного слова о себе. Прошли через все, стоят перед Господом, да? Славят Господа. И ни одного слова, ни упрека, и ни одного слова о себе. Вот это, друзья, вы знаете, для нас тоже, я думаю, очень-очень важный такой элемент или мысль, на которую мы должны обратить внимание. Знаете, когда действительно человек оказывается в присутствии Божьем, да, то на самом деле приходит, видимо, вот это понимание, с одной стороны, величия Божия и обратная сторона своего, ну, ничтожества. Знаете, мы говорим о смирении, мы говорим о том, что надо быть кротким, сокрушенным и так дальше. В реальности наше я, оно очень живучее, мы знаем себе цену и мы хотим, чтобы было по-нашему, мы хотим, чтобы нас заметили, обратили внимание, когда что-то мы сделали и так далее, и так далее, да. Мы, как бы, знаете, может быть не так где-то открыто, понимая, какими мы должны быть, не так открыто выставляем это, но оно все равно и присутствует, оно все равно есть, да. Но вот в присутствии Божьем, находясь в присутствии Божьем, да, все несправедливости, все то, что пришлось пережить, все трудности, мучения, даже смерть, она практически ничего. Ну, как, знаете, вот, если у нас кто-то, ну, так вот, за Господа пострадал, там еще что-то, да, ну, это как-то даже вот мы, ну, как геройство какое-то, да, ну, и в Библии нам показаны примеры, вот, примеры подражания или еще что-то, да, но вот в присутствии Божьем практически ничего это не приходит. Все это уходит далеко-далеко на задний план, очень далеко. И только лишь прославление Господа. Вы знаете, это действительно очень-очень важный такой момент, вот, который мы видим здесь. Пожалуйста, друзья, какие у нас еще есть, может быть, мысли или вопросы по этому стиху? Заканчивается, или два стиха, да, заканчивается, он говорит, все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои, да, Бог святой, греха нету, все поклонятся ему, мы об этом читаем в 21 главе, когда подойдем больше, конец главы 24 по 26 стих, мы видим, что будет суд, да, вот тоже, друзья, мы, понятно, что сейчас, живя здесь, вот, на земле, проповедуя Евангелие, мы делаем большое ударение, акцент на благость, на милость Божию, на Его любовь, прощение, на то, что Он на самом деле хочет, протягивает сам руку к человеку, ищет человека, хочет этого общения, да, но есть и другая сторона, что те, которые отказываются от этого, те, которые не принимают, те, которые игнорируют что-то в своей жизни, да, но придет момент, когда за все это придется, вы знаете, вот удивительные тоже места, посмотрите, мы когда читаем Евреям, 6 в 10 главе, когда нам говорится об отношении Бога к человеку, который, зная истину, находится в грехе, живет в грехе, да, Он говорит, они снова, что делают? Распинают его. Мы же так не думаем, правильно? Мы же думаем, что вот у нас в воскресенье перед нами стоят чаши, хлеб, и мы вспоминаем обо всем этом, как о прошлом, завершенном событии, сегодня уже мы просто это делаем в воспоминании, мы же совершенно не относимся к этому так, что сегодня кто-то может опять распинать Иисуса. Мы же так не смотрим на эти вещи. Но вот очень удивительно, что в Писании мы находим взгляд Господа именно таким образом. Он говорит, те, которые находятся в таком состоянии, их не говорит, дело, которое они совершают сегодня, они говорят, опять приносят ему боль. Они опять распинают его. И поэтому будет Исуд. Пятый стих. И после сего я взглянул, и вот отверстия храм скини свидетельства на небе и вышли из храма семь ангелов, имеющих, имеющие семь яз, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Ну, давайте пока до вот этого места. Пятый, шестой стих. Хорошо, друзья. Давайте так. Так, вопрос такой. Ну, здесь он говорит, после сего я взглянул, и вот, значит, он что-то видит. Посмотрите, он говорит, отверстия храм скини свидетельства на небе. Вопрос. Что такое скиния? Церковь, говорят, да. Что еще мы видим в Слове Божьем? Где мы в Писании находим скинию, друзья? Братья и сестры. Моисеева скиния, да? Первый раз мы находим скинию, это было дано повеление Богом Моисею в книге Исход. Построил Моисей скинию. Так или нет? Да, мы сейчас подойдем к этому. Второй вопрос. Как долго скиния была с израильским народом? Как долго, друзья, была скиния? Пожалуйста. Не помним? Скиния на момент прихода Иисуса Христа была в Израиле? Где перестала существовать скиния? Когда? Когда Соломон построил храм. Тогда скиния была убрана уже, да? Ковчег был перенесен в храм и теперь мы видим с этого момента существует храм. Теперь такой вопрос. Посмотрите. Моисей когда строил скинию, Господь дал ему точное указание как строить ее, да? Размеры, из какого материала и так дальше. Он полностью выполнил то, что сказал ему Господь. И между прочим, я думаю, что многие из нас ходили, да? Здесь в Ланкастере стоит по вот Писанию построен прототип скиния, она небольшого размера. Вот стоит эта скиния, можно посмотреть как она выглядела. Действительно, на самом деле совсем небольшая, я думаю, в наше помещение сюда ну 4 минимума, может быть и 5 станет этих скиний, да? То есть это небольшое строение такое. Но вот что удивительно, друзья, то, что он построил, с чего это Бог дал такое вот повеление. Просто как бы вот так скажем, ну решил Господь построить вот такое строение, и он говорит, там я буду обитать. Или почему? Пожалуйста, какие мысли у нас? Посмотрите, друзья, я прочитаю два места из книги евреям. Послание евреям, 8 глава. Первый стих, это 8 глава, 5 стих. И здесь нам говорится следующее. Которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Моисею даны были только чертежи или показан образ? Он конкретно что-то видел. то, что ему даны были размеры и так дальше, но он ясно видел скиню. Теперь посмотрите второй стих, 9 глава, и мы читаем 24 стих. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. Другими словами, он говорит, Христос вошел во святилище, но нерукотворенное, как здесь говорится, по образу истинного устроенное. То есть, на земле вот это святилище или скиня, или скиня, она была устроена по какому образу? Небесному, по истинному образу. Другими словами, друзья, то, что Моисей построил, и то, что он видел, и что он получил, это не было просто архитектурный замысел какой-то, который Господь решил передать человеку свои какие-то задумки, чтобы они построили, и он говорит, вот в таком домике я буду обитать. Это не так. Оказывается, на небе есть скиня, и она имеет определенный образ, и Моисею была показана эта скиня, и именно по этому показанному были, конечно, даны еще и все детали, как размеры, материалы и так далее, по этому образу была построена вот эта скиня, которую Моисей построил в пустыне. А теперь, друзья, такой вопрос, следующий, посмотрите внимательно. Мы читаем удивительное слово. Он говорит, я взглянул и отверстия храм скинии. Или храм, или скиния. Пожалуйста, брат Андрей. Может быть, в этом ситуации, не знаю, я прочитаю современный перевод, вот как говорит этот стих, он как бы, ну такое, даже тут есть несколько современных переводов, вот, в принципе, одно и то же. После этого посмотрел я, и вот открылся храм небесный, храм шатра свидетельства, ну здесь называется как бы... Скиния, да. скиния, шатра свидетельства. В другом месте, вот другой перевод, тоже скиния свидетельства, но то же самое, я вижу, отворился небесный храм и тире скиния свидетельства. Окей. То есть, как бы выглядит так, что храм, а в храме скиния, да. С одной стороны так, может быть, где-то вот, если так уже смотреть на вот, на переводы там или еще что-то, или что-то другое мы здесь видим, друзья. Почему названо скиния свидетельства? Как в Ветхом Завете называлась еще скиния? Какими писаниями или как еще? Пожалуйста, кто помнит? Святилище. Конкретно скиния, как еще называлось? Скиния Завета. Есть такое выражение? Скиния Завета. Что мы здесь видим? Посмотрите, друзья, он говорит, я взглянул, и вот отверстие храм скинии свидетельства на небе и вышли из храма. Не из. как бы он видит, он не видит как бы скинию, он не видит, что там или что, он только видит храм, но он понимает, что что-то в этом храме. Что именно, друзья, о чем идет речь? Какие у нас мысли по этому поводу? Пожалуйста, брат Влад. Скиния всегда олицетворялась с присутствием Божиим. И когда мы говорим о скинии, мы дословно понимаем, что это место присутствия Господа. И получается, когда в данный момент описывается именно скиния храма, то есть получается храм, то есть присутствие Божье, где находится, вот это все олицетворяется вот в этом выражении. И если, как мы уже говорили, что Моисей просто попытался создать копию на земле для отображения святости Божьей, и потом присутствие Божье опустилось в скинию, то же самое потом произошло и с храмом, когда скинию убрали, и присутствие Божье опустилось в храм. А в этом, как говорят, в этой скинии, в этом храме присутствие Божье, оно постоянно, оно никогда не уходило, не приходило, оно существует, как говорится, всегда, вне времени. И это как бы для нас это звучит, как будто это в будущем, потому что мы начинаем все видеть со времени Моисея, но в реальности это есть все время, то есть прошлое, начало и настоящее, и будущее. И вот это вот именно олицетворение, присутствие Божье в храме, вот это и есть описание всего этого. Хорошо, хорошо, друзья. Как описание присутствия Божия? Пожалуйста, какие у нас еще есть мысли? Тогда я такой вопрос задал. Смотрите, была скиния, стал храм, что-то поменялось, а что-то осталось одно и то же, да? Что? Святое святых, ковчег завета, скрижали, которые там были, закон Божий, это не поменялось абсолютно, да? или это храм, или это скиния, но сама суть, как Господь явно давал понять Давиду, Соломону, когда они строили храм, да? Посмотрите, построили прекрасный новый храм, больших размеров. В свое время это называли чудо света, да? Теперь, более того, посмотрите, над, над этими, над ковчегом были херувимы. Соломон оставил старый херувим или построил новый? Или сделал новый? Сделал новый? Сделал большого размера, так что они даже выдавливали, вот, выпирали немножко завесу, которая стояла, нам говорит Писание, да? А что осталось старое? Почему не построить новый ковчег? Пожалуйста, брат Влад. Получается, по тому, что мы читаем, именно вот закон Божий, который был предписан самим Богом, напрямую людям, он там также и остался, независимо от того, как они сделали, больше или меньше, или когда. И если это как-то сравнивать с тем, как это объяснить, то получается, закон Божий, вот его 10 заповедей, как начальный такой этап, они никогда не ушли и не уйдут, они остаются в той же силе. Но, рассматривая это через жертву Христа, через его кровь, через спасение, которое мы получаем, через его страдания, получается, мы имеем возможность быть в присутствии Божьем, в присутствии этих 10 его законов, только благодаря тому, что нас покрывает кровь спасения Христа. Аминь. Друзья, просто обратите внимание, да, вот здесь написано «Скиния свидетельства». Храм, по сути дела, суть, вот когда смотришь, да, здесь написано, смысл такой, что храм «Скиния», то есть, не «Скиния», как бы, да, а храм «Скинии», свидетельства. И это названо именно вот этот сама, или сама суть всего, без разницы, «Скиния» или «Храма», она заключалась вот в этом ковчеге, в котором находились вот эти заповеди. И здесь он на небе видит вот этот храм «Скиния» 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 «Свидетельства», но сам именно вот этот закон Божий. Посмотрите, друзья, почему это так важно, почему мы на это обращаем внимание. Ведь, смотрите, мы с вами говорим, что мы живем другой завет, до Христа, после Христа, закон, благодать и так далее, но ведь сама суть закона Божия, ведь она не изменится, ведь Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда Бог через Моисея дал закон, открыл, хотя он до этого открывал, и Аврааму мы видим об этом, что он говорит, «Я тебя, говорит, избрал для того, чтобы, говорит, ты передал детям своим вот все заповеди и так дальше». То есть, посмотрите, друзья, сама суть, очень важно, что мы здесь находим, что на небе в храме есть вот этот закон Божий, который представляет из себя святость Божию, вот кто есть Бог, вот закон, он именно отражает это. И посмотрите, нарушение закона, вот мы здесь видим дальше, «И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв». язву. Почему? Почему они выходят из храма? Почему они идут с этими язвами? Почему это должно произойти? Почему мы только что закончили песнь, ибо открылись суды твои? Почему? Потому что, друзья, святость Божия, она, закон Божий требует вот этой справедливости, да? Либо ты согласился принять жертву Иисуса Христа для очищения, либо нет. И тот, кто не сделал это, только одно остается, да? Идет непосредственно суд Божий. Тоже очень интересно, у нас с молодежью разбор был буквально прошлое воскресенье, и мы немножко тронули одну такую деталь очень важную, да? Вот посмотрите, мы живем, как мы иногда говорим, в кавычках, все-таки Америка христианская страна по сравнению с другими там и так дальше, там что-то, да? Но подумайте, вот, друзья, о чем. Смотрите, даны десять заповедей от Господа. Первая заповедь, кто помнит? Да не будет у тебя других богов. Не будет других богов, да? Это закон Божий. А теперь я прямой вопрос задаю. В нашей стране по закону страны можно нарушать эту заповедь? По закону страны. Я сейчас не говорю о законе Божьем. Вот закон Божий. Вот закон нашей страны. По закону нашей страны эту заповедь можно нарушать или нет? Если ты ее нарушишь, ты попадешь в тюрьму или смертная казнь, или что тебе? Можешь нарушать. Узаконено можешь нарушать первую заповедь. Вторую заповедь. Не сделай себе кумира. По закону нашей страны можно нарушать эту заповедь? Можно. У нас даже есть программы American Idol и все такое, американский идол, и все, чтобы были кумиры. Так говорят, это кумиры и так дальше, да? Пожалуйста. Третья заповедь. не произноси имени Бога твоего напрасно. По закону страны эту заповедь можно нарушать или нет? Да сколько сегодня, да? Уже это слово ругательное делается, да? Дальше. Чти седьмой день. По закону страны можно эту заповедь нарушать? Без всяких проблем. Абсолютно без всяких проблем. Вы знаете, друзья, вот мы в Америке 30 лет в этом году. Когда мы приехали, я помню, это еще был 89-й год, да? Иногда в воскресенье вот так вот взять и заправиться, особенно утром, уже после обеда как-то по-другому. Ну вот мы жили в Москве утром, едешь, бензоколонки все закрыты, не можешь заправиться, ничего не работает, магазины и все, да? Сегодня? Пожалуйста. По-моему, только чек-филей не работает в воскресенье, насколько я понимаю, все остальное открыто. Можешь. Следующая заповедь. Почитай отца и мать. То есть заповеди разбиты, как бы, если так можно выразиться, на две таких секции. Первая секция это отношение с Богом. Можешь нарушать любую, и это узаконено. Вторая секция это взаимоотношение между людьми. Почитай отца и мать. Если сегодня я не почитаю отца и мать, если я сегодня десятилетний ребенок, нашел какого-то лоэра или еще что-то, и сегодня это помогут, и в школу пришел, сказал, что у меня родители там со мной плохо отвечают, тебе и лоэра найдут, и все. Сегодня в Америке ты можешь закона развестись со своими родителями. Посмотрите, узаконено нарушение этой заповеди или нет? Узаконено. Посмотрите дальше, не убей. Следующая заповедь, да? Ну, мы говорим здесь, ну, все-таки как-то жизнь охраняется все. В прошлом месяце в Нью-Йорке первый штат, который принял закон, сейчас этот же закон уже продвигается в Виржинии, в других штатах, да? Что можно делать аборт в день рождения ребенка. И уже при выходе делает в череп укол, вводит какую-то серу или что-то там такое, да? Ну, говорят, что это ужасно болезненная для ребенка процедура, да? И ждут, пока перестает сердце биться и потом вытаскивают. Это закон. Узаконено, подписано, губернатор подписал, все, в штате Нью-Йорке, пожалуйста. Я не то, что там, я понимаю вообще об абортах, но это не убийство, это самым открытым образом убийства, и это узаконено. Это узаконено. Можно идти и дальше, но еще одна такая взять заповедь, да? Не пожелай дома ближнего, вола ближнего, жены ближнего и так дальше. Сегодня вся реклама построена на чем? Пожелай. пожелай того, что у тебя нету у кого-то есть. Пожелай. Все построено только на этом. Не прелюбодействуй. Сегодня это в Америке узаконено, если ты прелюбодействие совершил, это что? Проблема или что? Тебя посадят или еще что с тобой случится? Я, друзья, к чему вам говорю? Посмотрите, мы живем и мы думаем в кавычках более-менее христианская страна. Мы думаем о том, что какие-то более-менее гуманные законы охраняются в какой-то мере жизнь человека, его права, его свобода, его имущество, что там, да, все. Но посмотрите, друзья, внимательно. Все до одной заповеди Божьей, в этой стране в одной или в другой форме узаконено нарушать. Я расскажу такой, знаете, удивительный случай у нас произошел, у нас дома. Те, которые немножко дольше живут и знают, у нас вот дом, где мы живем, раньше сейчас вот у нас бетон, да, раньше заезжаешь и был асфальт, разбитый уже такой, старый, никуда, ничего. Ну и как-то приехали братья из Масчиста, у нас были в гостях, посидели там, чай попили, они говорят, ну что, говорит, у тебя здесь вот такой асфальт? Я говорю, да, дороговато стоит, как-нибудь сделаем все. Они говорят, давай мы бетон сделаем, это дешевле тебе обойдется, мы привезем бригаду, свой экскаватор, все, скажи, нам надо три дня, скажи, когда ты куда-то уезжаешь с семьей, и мы просто приедем, сделаем, и все. Ну мы говорим, ладно, хорошо, ну и когда прошло время, там собрались мы куда-то ехать в отпуск, я позвонил, говорю, что мы уезжаем, отлично, говорит, все как-то скоординировали, приезжает целая бригада из Масчиста братьев, привозит с собой свой экскаватор на прицепе, там все, приехали тут, нашли, заказали все, но суть до дела, мы действительно вернулись там через пять дней, по-моему, мы вернулись, все сделано идеально, красиво, все, но одно дело, кто у нас дома был, знаете, там у нас сбоку такой маленькое болотце такое, или как его там, что они сделали, они взяли, содрали весь этот асфальт, этим экскаватором впереди в ковш, туда подальше завезли, болотце в это скинули туда, там и все, здесь сделали все как чисто, все, я приехал, все идеально, я даже сразу и не понял, где это, да, потом уже там на второй, третий день там разобрался, смотрю, а, вон аж куда, ну думаю, ладно, он просядет, там же болото, его и не видно, хорошо, все отлично сделали, проходит несколько дней, на почтовом ящике такой красный большой конверт, прямо, знаете, прям кнопкой так это, открывая конверт, меня вызывает охрана окружающей среды, я иду туда, они говорят, нам вот сообщили, там все, мы, значит, пришли, все, мы хотим прийти, все проверить, посмотреть, пришли, там землю тыкали, какими-то штырями, там все, 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 делали, говорит, это на самом деле болото, и говорит, болото выделяет кислород намного больше, чем деревья, это охрана окружающей среды, и так дальше, и они дали мне 10 дней, они говорят, мы тебе даем 10 дней, чтобы вычистить весь этот асфальт из этого болота, через 10 дней, мы, говорит, приходим, если не вычищено, штраф 25 тысяч в день, еще 10 дней, если через 20 дней, говорит, у тебя не убрано, мы, говорит, приходим с полиции, закрываем тебя, 5 лет срок, я не то, что спорить, там, ну, такой закон, закон мы быстренько собрали, там, молодежь, друзья, там, и за один день все это убрали, вывезли, там, все решили, раз так сказали, ну, такой закон, ладно, но теперь, друзья, посмотрите, ты бросил в болото что-то, да, тебя в тюрьму посадят, ты соверши прелюбодеяние, сделай аборт, еще что-то, тебе ничего не будет, нарушай день субботний, ругайся именем Бога, идолов ставь, там, или еще что-то, все нормально, абсолютно, что будет, если сегодня кто-то, дома, если тут появится, да, что-то там, курочек, все, если кто-то убьет, болт игл, ну, вот, американского орла, что будет, вы знаете, семь лет тюрьмы, а что сегодня будет, если девятимесячного ребенка убить, ничего не будет, посмотрите, друзья, и мы говорим, что мы живем, в общем-то, ну, в хорошей стране, по сравнению с другими, что происходит, и может быть, это так, но я просто, друзья, хотел, чтобы мы с вами увидели, на то, что в целом мир, в целом мир, включая Америку, вот то, что находится в скине свидетельство нарушено по всем статьям, абсолютно, и мало того, что нарушено, узаконено, и более того, продвигается, проталкивается, прививается, набирает обороты, и так далее, да, вот она, друзья, духовная суть вещей, не так, как нам преподносит Мидия, не так, как сегодня нам пропагандируется в кавычках свобода, свобода от чего? Вы помните второй псалом, друзья? Как очень ярко второй псалом говорит об этом, да, он говорит, зачем метутся народы, и племена замысляют тщетные, восстают цари земли, и князья, то есть, это самые высокие люди в мире, совещаются между собою, говоря, что? Против Бога и помазанника Его, помазанника Его с большой буквы, это кто? Иисуса Христа, и что они говорят? Свергнем себя оковы их, разорвем узы их, для людей, для царей, для сенаторов, для конгрессменов, да, для князей, для них закон Божий это оковы и узы, и они собираются и принимают, сидят все в галстуках, там, все там, да, важные, с большим образованием люди, и они решают проводить законы, какие? Разорвать узы и оковы, и это называется свобода, дать свободу, все, что Писание предписывает, что закон Божий говорит, да, это сковывает, семья, муж и жена, да, что это такое? Да, дети рождаются, да, не мешает, поклоняться Богу, воскресенье, идти в церковь, да, кому это надо? И так дальше, и все это надо разорвать, все это надо словать. Вот, друзья, что на самом деле происходит? Вот это то, что видит Бог. То, что какие-то хорошие где-то постановления, там, все это, да, решили, что маленькие дети не могут сами идти в школу, надо, чтобы их на басе возили, там, все нормально, хорошо, сделали закон, ввели, окей, ладно, вроде бы и неплохо, да, но суть же не в этом, суть же не в этом, а суть в том, что как смотрит Господь именно с духовной точки зрения идет полностью разрушение вот то, что написано скиния свидетельства, полностью закона Божия. Хорошо, друзья, какие у нас мысли, вопросы какие? Давайте идем дальше, шестой стих, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, обличенные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Какие, может быть, мысли у нас или еще что-то, или вопросы? Меня, братья и сестры, по пятому стиху. Извините, что я немножко возвращаюсь. И после этого я взглянул. После чего он взглянул. Спасибо. Пожалуйста, друзья, такой вопрос. После этого, после чего? После того, как он видел, как эти на стеклянном море, которые победили зверя, поют песню. После этого прямо так и говорится, что они вот поют эту песнь, и написано «После сего я взглянул, и вот отверстие храма». Помните, мы говорили об этом немножко в прошлый раз, когда делали как бы обзор немножко этой главы, и сравнивали это с тем, что мы с вами находим в восьмой главе. Восьмая глава, здесь нам описывается снятие печати, последняя печать. Написано, «Когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь трупов». То есть, седьмая печать это начало труб. Но посмотрите, перед тем, как мы с вами видим это, что начинаются трубы, то перед этим мы с вами читаем, «И пришел иной ангел, и стал преджертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил фимиам на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг ее на землю, и произошли голоса, громы, молнии, и так дальше». То есть, и начались, мы видим, вот эти суды семь трупов. Почему мы читаем это место? Перед началом новой, если так в кавычках выразиться, серии гнева Божия или суда Божия, да, мы видим определенное действие происходит в храме. Или это жертвенник, или, как мы здесь видим, непосредственно сам храм, но мы сейчас будем брать и читать тоже, да, что эти чаши и так дальше, что это обозначает. Мы видим те, которые поют Господу, да, то есть, ихние молитвы, там мы видим молитвы, здесь мы видим песнопение, да, если так можно выразиться, приходит перед Господом, чтобы вызвать наказание, вызвать вот эти суды. И поэтому здесь мы видим, что после того, как он видел этих святых, которые стоят, поют, прославляют Господа, обезглавленные за имя его, да, и после этого мы видим выходит. то есть, после вот такого действия в храме Божьем, когда перед Богом они поют на этом стеклянном озере, как мы видим все, да, или стеклянном море, то после этого начинаются суды. Вот здесь он и говорит, что после этого. Еще какие-то мысли, или может у вас, Михаил Антонович, да, пожалуйста. Следовательно, братья и сестры, те, которые стояли на стеклянном море, они избавлены от всех последующих судов. Спасибо. Еще, еще раз, что-то я не до конца понял. Те, которые стоят и славят Бога, они избавлены от последующих судов. Ну, естественно, они уже перед Богом, они уже обезглавлены и так далее. Конечно, естественно, это те, которые мы читаем и в других местах, да, что они пришли от великой скорби. Они были здесь. Это последняя, которое мы сейчас видим дальше, 16 глава, это последняя короткая часть. Мы будем об этом говорить, я надеюсь, в следующий раз, да, именно последняя часть великой скорби. И эти люди уже обезглавлены, уже они были, да, и те, которые испытали, прошли через все, победили зверя, непосредственно уже зверь был открыт, они его победили, но на земле их уже нету, это те, которые действительно обезглавлены. Еще какие мысли? Хорошо, давайте тогда мы пойдем дальше. Шестостих, вышли из храма семь ангелов, имеющие семь яз, облеченные в чистую одежду. Какие у нас мысли по этому? Понятно все, да? Тогда идем дальше. Седьмой стих, «И одно из четырех животных дало семи ангелов семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Что мы видим? Мы видим, из храма выходят семь ангелов, они облечены в чистую одежду, у них припоясаны этими поясами, понятно, что это отражение, когда мы видим и в других местах ангелы белоснежные, в белой одежде и так дальше, показано о святых ангелах, облеченные в силу от Бога, персям золотыми поясами опоясаны и так дальше. И здесь мы видим, что одно из четырех животных, помните, когда мы с вами проходили еще только начало, да, то мы с вами видели в четвертой главе, мы видим описание 24 старца и 4 животных, и нам показано, что они посреди престола и вокруг престола, нам говорится, первое животное, оно подобно льву, второе тельцу, третье лицо, как у человека, и четвертое подобно орлу летящему, да, вот эти четыре животных. И вот одно тоже вот очень интересно, да, по сути дела, я немножко напомню, мы об этом разговаривали, когда проходили это место, что здесь у нас вот переведено как животное, иногда так вот, как бы, знаете, такое слово, немножко думаешь, вот перед престолом, да, в реальности, когда смотришь в греческом или даже в английских многих переводах, просто переведено как living creatures, то есть живущие существа, или живущее творение, живое творение, то есть это не вот просто как в нашем понимании, ну, животное что-то, да, а это, он и говорит подобно, это не то, что зверь какой-то, да, а это реально сотворенное существо живое, да, и оно похоже. И вот здесь мы читаем, что одно из четырех дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога. Друзья, где мы еще видим золотые чаши, что это за чаши? Вот сестра Галина показывает, да, смотрите, когда мы читаем пятую главу, и когда он, то есть Агнец, взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред ангцем, имея каждый гусли и золотые чаши, наполненные фимиама, которые суть молитвы святых. Мы видим золотые чаши, наполненные, прямо так и говорится, суть, вот этот фимиам, суть молитвы святых. То есть чаши наполнены чем? Молитвами святых. Теперь здесь мы с вами видим, что вот эти четыре животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных чем? Гневом Божиим. Почему так? Почему с одной стороны мы видим золотые чаши, которые наполнены молитвами и теперь мы пришли и видим золотые чаши, наполненные гневом Божиим? Да, но почему вот именно такое? Интересно, там золотые чаши, тут золотые чаши. Но когда наши молитвы в золотых чашах, ну как бы вроде так укладывается, так, наверное, и должно быть, как бы, да, но вот когда золотые чаши, наполненные гневом, но это здесь уже не о небесном храме, в 17-е горе говорится об этой блуднице, здесь уже другое, да, то уже совсем противоположно, но почему, друзья? Пожалуйста, да, очень хорошо, брат Влад. Еще если обратить внимание на, получается, одеяние самих ангелов и на то, в каком виде они предстают, оно как бы показывает в том, что они чисты и святы, и они как бы не являются палачами, они больше являются как судьями, которые просто приносят заслуженное наказание тем, кто это заслужил, как бы. Они не просто пришли и сами от себя создали такое наказание всем, только потому, что они захотели это. И вот их одеяние, их пояса, сами чаши золотые, они показывают чистоту этого действия. То есть чаши эти не были излиты из-за того, что Бог просто разгневался и в ярости сделал это. А потому, что Бог, получается, гнев сдержал, но когда уже пришло время, излил этот гнев из-за того, что люди, как говорится, не преклонились перед ним. Получается, люди сами заслужили это, без того, чтобы просто Господь как-то в ярости, в каком-то движении таком ярости наказал их. Хорошо. Еще какие у нас мысли? Мы сейчас уже заканчивать будем. Мы будем так считать, что просли до 7 стиха, мы немножко 8 коснемся и в следующий раз пойдем к 16 главе. Очень удивительная глава. мыслей как бы оставить с нами. Посмотрите. Во-первых, друзья, вот то, что брат Влад сказал, мысль о том, что гнев Божий, который возгорится, это не есть гнев, который движим злом. Есть разница. Понимаете, тогда, когда вот нам Писание говорит, гневаясь, не согрешайте. Нам Писание говорит, и вся нам 4 глава, о том, чтобы мы, даже как верующие, не давали место дьяволу. Конкретно прямо говорится, как раз о гневе он говорит, в этой 4 главе он говорит, и не давайте место дьяволу. Дело в том, друзья, что мы, находясь во плоти, как люди, просто даже как-то интересно у нас как-то было, на одном членском выступал один брат, и потом ко мне подошли люди и говорят, а что, это было, говорит, это одержимость какая-то, или что, это было, говорит, настолько с яростью, настолько с возмущением, и так дальше, и так дальше, да, это то, в кавычках, верующий человек, да, дал место дьяволу. Это не было движимо святостью, это было движимо злобою, неновостью, какими-то обидами, огорчениями, еще что-то, да, злоба. У Бога, когда Он будет изливать гнев, это гнев не злобы, а святости, справедливости, чистоты, это совершенно другое, совсем другая мотивация и совсем другая суть всего этого, это одно, друзья, второе, то, что сестра Светлана подметила, да, в этих же чашах молитвы святых, задумывались ли мы иногда над таким вопросом, зачем Богу нужны наши молитвы, почему иногда приходится, как Господь в 18 главе Луки говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, зачем, Господь говорит, пошлет защиту вскоре, да, хотя, говорит, что, медлит, зачем, как будто бы Господь, ну, так, будем так говорить, ему надо больше этих молитв, он говорит, вот в свое время, говорит, ты не переживай, будет, да, но вот это, вот это вопияние день и ночь, да, оно нужно, зачем Господь делает так, чтобы мы были соучастниками в деле Божьем, который Господь совершает посредством наших молитв, ходатайственные молитвы и так дальше, зачем все это, но неужели Бог не видит, не знает, нам Писание, более того, мы читаем 6 главу Матфея, да, он говорит, Бог знает нужду вашу когда? Прежде вашего прошения, говорит, Отец ваш небес, сущий на небесах, знает, говорит нужду вашу прежде вашего прошения, и зачем же тогда молиться? Зачем вопиять к Богу? Зачем искать от Него помощи какой-то, если Он знает, и Он пошлет, Он сделает, Он говорит, вы лучше многих малых птиц, не останется просто так. Друзья, оказывается, все это нужно для того, чтобы Бог мог по справедливости в святости совершать свои суды здесь на земле. Эти же чаши, наполненные молитвой, они производят суд Божий. Они своего рода вызывают это, да, или дают Богу на это полное справедливое право, чтобы именно делать теперь это. Поэтому, друзья, на самом деле это действительно тоже очень-очень важно, и мы должны об этом помнить, почему молитвы действительно являются очень важным, неотъемлемой частью нашей христианской жизни. Хорошо, друзья, мы на этом будем заканчивать. Наше время истекло. Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok